С это вылазь, поговорим. Вылазь, никто не боит. Как суслик в нору забился там. Ну, поднимись кверху-то. Ещё там прячешься-то от старого человека. Кто тебя тронет-то? Мне страшно. Страшно? Не надо грешить. Страшно. Это сатане страшно, когда Господь придёт судить мир. А ты человек. Перекрестись и вылезь на свет. Сидишь, как червяк под землёй. Вылазь. Да не, не так. Вылазь, ты потом жалеть будешь, что не поговорил. Вылазь. Вылазь, я тебе расскажу о Боге, о вечности, о жизни. Чё ты такое-то? Боишься? Только не ругайся. Вылазь оттуда. Вылазь, говорю. Велазь. Очки только сними. Убери их. Я же с тобой сижу, разговариваю, как с человеком. Ну, убери эти... Убери эти змеиные очки-то это. Убери. Поговорим как следует. Дедушка, пока. Вылазь, говорю. Вылазь. Потом жалеть будешь. Меня не будет. Я уйду. Пока, дедушка. Я тебе расскажу о Христе, о спасении. Смотри, у меня какая книга есть. Гляди. Вижу. В Библии. Я ей занимаюсь в 56 лет. Мне есть что сказать. Только убери очки эти. Дурные. Закрыл глаза-то. У меня кингалы под глазами. Вот. Глаза должны быть... У тебя глаза хорошие, Бог сделал. Убери очки. Мы поговорим как следует. Я тебе расскажу об Евангелии, о Христе. Пока. Ну, ладно, как хочешь. Тебя очки-то буду. Так, не ругаться, чтобы хорошо говорить. Мы о Боге будем говорить, о вечности. Как души спасать? Ты священник? Ой, вы священник. У нас Евангелие есть, Псалтырь. И вот смотрите. Я могу вам посчитать из Святой Библии. Очистите нас в душу, пожалуйста. Ну, что-то мы разрешили уже. Ну, ладно, плакать-то. Надо завтра Благовещение уже. А там через три недели Пасха Христова. А вы лежите. Надо работать, молиться, трудиться. Что вы так? Мы работаем. Мы так работаем. Ну, а что голая ты лежишь? Ни одна мусульманка за 1300 лет так не ляжет голой. Перед глазами людей. Я не думаю, я только после душа пришла. Ну, все равно, закройся одеялом, что я не видел тебя. Я отвернусь. Закройся. Убери руки-то голые. И руки убрать? Ну, руки-то голые, то убери и будем говорить. Ну, что ты потом сама будешь жалеть. Вот так. Молодец. Вы Библию-то считали, нет? Нет. Вот Господь, когда сотворил мир, первый человек был Адам и жена Ева. Они согрешили. Так, вы будете перебивать, тогда я не сумею ничего сказать. Ладно. Мы как не перебиваем? Ни одного плохого слова, чтобы не говорили. Хорошо. Когда люди согрешили, и это Ветхий Завет называется, люди отпали от Бога и пустились во все тяжкое. Прошло пять тысяч пятьсот восемь лет, и родился Иисус Христос. А Иисус Христос, Бог Сущего, Святой Троица, через Деву Марию воплотился. Вот завтра Благовещение, когда ангел пришел к Деве Марии и говорит, «Ты зачнешь от Духа Святого, не зная мужа, и родишь сына, наречешь его Иисус. Он спасет людей от грехов их. И вот теперь ты хоть какая будь, ты скажи, Господи, я виновата, прости меня грешницу, прости, ты умер за меня. Сходи в храм Божий, к священнику подойти, исповедуйся, и у вас жизнь будет другая. Во славу Божию. А что ты лежишь? Ну а что лежать-то? Надо трудиться, молиться. Мы сейчас вот из храма пришли. Как нас зовут? Меня звать Игнатий Лапкин. Вы запишите, где наш Ютуб называется «Восвятие Библии». Запишите. Там девочки, скажи, чтобы записала. Да. Я записываю. У нас 14 тысяч... А спиши. 14 тысяч 700 роликов. О-о-о. Представь себе, мы деревню православную... Надо там звать? Да. Вот мы деревню православную строим. Где все верующие молятся Богу. У нас может поселиться, кто не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Нет, мы там не поселимся. А вот если вам нужно будет поговорить по скайпу, по-хорошему... То зарядите в скайпе Игнатий Лапкин, я один с этой фамилией-то, и вы на меня выйдете. Звонить можно с 4-х часов ночи по Москве до 4-х вечера. С 4-х до 4-х. Легко запомнить. И вопросы подготовьте, запишите их. Мало того, возьми с собой подружек, чтобы вместе были. Вы же... Помолитесь за меня, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Чтобы я ребеночка родила еще раз. Ну, как-то сядь, чтобы тебя видно было. С головы там зайди или где. Я не вижу, так они уши. Помолитесь за меня еще раз, пожалуйста. Как звать-то? Анастасия. Анастасия. Господи, помилуй Анастасию. А вас-то как? Анастасия. Две Анастасии. А знаешь, как Анастасия переводится? Нет. Воскресшая. Вы должны воскреснуть от греха. Жить для Христа. Потому что Он наш Творец. Он умер за нас. Он зовет нас. И вы сходите в церковь, купите молитвенник и Евангелие. Это недорого совсем. И будете считать. У вас совсем другая жизнь будет. И если человек умрет грешник, неверующий, он едет в ад. С сатаною. Там плащ и скрежет зубов в огне вечное. А верующие, омытые кровью Христовой, через веру, они получают жизнь вечную в Царстве Небесном. Это не то, что там кто-то выдумал. Это Святая Библия нам говорит об этом. Да и совесть наша подсказывает. Вот это здесь рулетка. Здесь половина мужиков голые лежат. Процента 80 мусульмане. Они по чужим женам идут здесь. Зачем им давать повод такой? Пусть со своими они там разберутся. У него дома 4 жены. За каждую колы им платить. А здесь 44, все бесплатно. Вот они и приходят, говорят, жеребцы на чужих кобыл. А вы себя поставьте так, как мусульманки. Строго. А тут делать нечего. Вы на наш заходите, YouTube. Вам на всю жизнь хватит. Посмотрите, как у нас там молятся, как дети, как мы деревню строим, как миссионерская поездка была. Мы проехали от Владивостока до Лиссабона. Я везде дарил 38 томов книг, которые у меня вышли. Мои книги. 650 городов посадят. Так, хотела что-то сказать, говори. Ну вот так. Да помилует Господь и спасет. Вы помолились за меня. Да. Я уже помолился. И буду молиться еще вечером, вспомню. Две Анастасии. Вы зайдите на наш YouTube. YouTube. И какое-то время пройдет, вы себя увидите, как мы с вами разговариваем. Здорово. Хорошо, мы найдем вас. Вам видно? Да. Конечно. Вот так. Вот у меня, если бы днем было, я бы показал, голуби у меня в комнате есть. И на улице две голубятни. В деревне две, и здесь одна. У вас еще кошки есть. Что? Кошки, говорю, у вас. У нас кошки, да, есть кошки прекрасно. Вот он какой котик. Это котенок еще. Здорово. Какой красивый, белый. Вот какой белый, белый мой. Вот рыжая еще. А это бабушка его, рыжая. Бабка. Вот она какая. А покажи мамку его, поймай. Покажи маму. Где она? Она пушистая. Сейчас я гляну, подожди. Вот на это, напротив хлеба своего. Так, отожди, не отходите. Так, ты делом пришел? О, и сколько заплатил? Ноль копеек. А? Ноль копеек. Ноль? Ну, молодец. Давайте. Так, это, упали. Найди мне показать. Нету я. Давай, сними. Там, братья. У меня брат священник. И вот у нас тут храм. И сейчас мы из храма только пришли. Знаете, как радостно? Вот если вы по скайпу зайдете, я вам скину материалы, где мы молимся. И вы можете с нами пристать. Идут занятия. В какое время? Вы там нажмете, и вас примут, и будете сидеть и слушать. Мы со всего мира там собираемся. Щад называется такой. Хорошо, ладно. Видите как? Я попросил Господа, чтобы послал мне хороших людей сегодня. И вы мне попались. Две Анастасии. Две Анастасии еще ни разу так не было. Сразу две. Это два. Мы можем тебе отпускать. Знаете, плоховато слышно, у вас микрофон далеко. У нас очицы одинаковые. Анатолий. Во! Анатолий означает восточный. В переводе на русский язык, из греческого. Вы отвечаете своему имени. Вот меня зовут Игнатий Лапкин. Зарядите, запишите это. Я записала. Вот, и вы в скайп зайдите, и сразу на меня выйдете. И скажите, мы две Анастасии разговаривали, чтобы я вас принял. Потому что много хулиганят, и поэтому я не принимаю. Блокируешь сразу. Вопросы какие есть? Нет, все понятно. Ну, слава Господу. А вы как думаете, мне сколько лет? Умница. Умница, точно. Через два месяца будет 80. Ну, вы видите, как хорошо. Вот так. А вы там, когда зайдете, а вот если зарядите во свете Библии и напишите сайт, то откроется наш сайт. И первая, это моя книга для «Слова Божия нету». Моя биография. Вам будет очень интересно. Очень интересно. Как меня судили, как я в тюрьме был, как молился за Слово Божие. Ну, все, тогда я отхожу, тогда. Нет, не отходите. Ну, говори тогда же. Давайте еще поговорим. Так. Так, руку прикрой там ей, материя. Прикрой руку. Вот так. А у вас церковь-то православная есть там? Да, конечно. Вот, вы завтра пойдите, пойдите, я вас благословляю на это дело. И пойдите там, помолитесь, а потом узнаете, где можно поговорить со священником. С ним договоритесь, на исповедь сходите. Я говорю, Максим, он меня не слышит почему-то. Он слышит, я не знаю. У меня ребенок больной. Почему, если Бог существует, он мне сделает так, чтобы мой ребенок был в крови? Почему так? Нет, нам Богу не надо диктовать. Он нам дал жизнь, а мог и не дать. Он сам распоряжается, кому что дать. Это нехорошо так. Ну... Так он и есть, учитывайте, мы молятся. У него просят добро. Понимаете, вот... Ну, это наше желание. А мы не знаем волю Божьей. Надо согласиться с тем, что есть. Ну, так, что есть. Ну, хорошо. Наступает зима, нам не нравится. Угля много, холодно. А ничего не сделаешь. Мы зерно бросаем в землю, оно растет не сразу. Пройдет время, дожди пройдут. Так и в человеке. Вот я слово бросил вам, сказал, Христос умер. Христос воскрес. А вы сейчас еще даже с места не шевельнулись. Но постепенно вы будете припоминать. Выйдите на меня и будете больше знать. Я единственное, что просила у него, это здорового ребенка. А он мне дал... Ну, понятно, вы просила, здорового. У меня отец хотел быть здоровым. А вернулся с фронта без руки. А три дяди ушли. Как о них молились? А все погибли, артиллеристами погибли. Мои родные дяди. Дяди. Не то, что попила. Я же, конечно, думала, что я родила здорового ребенка. А так произошло. Не надо говорить ничего. Господь хозяин. Он делает горшки, как хочет. Он горшечник. А мы посуда. Тогда зачем он есть? Зачем он счастлив? Да нас бы не было. Не было земли. Не было атмосферы. Вы лишнее не говорите. Не говорите лишнее. Зачем? Чего? Ни разу Богу не молился. Человек лежит. И почему? Нет, кто из меня от плохого идут. Так. Я вам сказал. Не надо ничего говорить. Мы не знаем. А почему я родился мужчиной? А почему у меня отец такой? А почему советская власть меня захватила, а не в Америке? Так нельзя рассуждать. Что Бог дал, надо принять и благодарить. Благодарить. А у других совсем никакого... Так, чтобы ребенок мучился, еще подвергался здоровью его родителей, как бы подвергались такому здоровью, что они... То есть они же все это воспринимают, они ухаживают за них. И они, то есть свое здоровье подвергают, или как вам сказать? Вы не знаете, что бы было с ними, если бы он был здоровый. Он вырос бы хулиганом, зарезал родителей. От нас-то сокрыто, будущее Божие. Бог план нарисует, а судьба. Мы должны согласиться. Господь, бывает, рана умирает. Вот у нас в семье было 10, 5 братьев, 5 сестер. Да 2 еще братишки умерли. И мы за все должны быть благодарены. А у ничего, кормить нечем, все выжили. Ни одного больного нету. Это Бог так делает. Он назначает, земля летит где-то в космосе, поворачивается, наступает лето, зима, осень, день, ночь. Это Бог так установил. Нам нельзя командовать, пустые слова выпускать. Ну и так получается, не командую. Так, все, тогда расстаемся, давайте, расстаемся. Я вам сказал уже достаточно много, с Богом. Когда человек верит, у него все дела идут по Божьему благословению. А когда не верит, все кверх ногами. Друг друга пожирают, не верят. А верующий, он молится, Богу доверяет. У него друзей хватает. А что делать, если я атеист? Ну, атеист это все такое. Веришь в нуль, в дырку от бублика. Ты это... А почему... Я ни в чем не верю, дедушка. Ну, а не веришь, это значит, в ад пойдешь. Вместе с сатаной будешь мучиться в огне вечном. Только не ругайся. Я тебе правду... А куда вы такую тему взяли? Что сделал, он взял? В Библии написано. Да. А, все, тогда верим все. Да, именно. А откуда будет дедушка? Город Барнаул, Алтайский край. О-о-о-о, далеко-далеко от меня. А вы где? Оренбург. Да, Оренбург недалеко от нас. Чего далеко-то? Где далеко-то? Это же... Ну, все равно далеко же. Да, ну, далеко это где-то в Португалии или в Австралии. Не, ну, все равно далеко на обоезде ехать. Ну, понятно. Не на печке лежать с семейли дурачком. Да, да, да. А что вы все время пьете все? Как будто огонь гиенский внутри горит. Я воду пью. Я сейчас на работе. Ну, дай воду не пей много-то. А то раздует тебя, как пузырь будешь резиновый. Ты слушай Бога. Нет, девушка, нет. Я работаю мастером в нефтяной компании. Ризерфорд. Так, а я думал, вы компания, так это в Сургуте только? Нет. О, ошибки. Ну, ладно, все пока. Мы говорим о Боге. Слышно, надо поближе микрофон сделать. Что вас сюда завело? Много беды здесь. Мы увидели, сколько здесь зла делается. Решили рассказать им о Христе, о спасении. Познакомить их со святой книгой. О том, что если люди будут неверующие, умрут, они будут в аду мучиться. А надо верить, что Христос за нас умер. И тогда будет все по-другому. Только не ругайтесь, чтобы мы заговорим. Я не ругаюсь. Вот так. Вы можете зайти на наш YouTube, больше узнать. YouTube называется «Восвятие Библии». Здравствуйте. Только чтобы не ругались. Говорить плохие слова не надо. Хорошо. Это грех? Грех и большой. А за всякое праздное слово. В Библии? Да, в Библии совсем рядом с нами. Итак, я в Рубцовске живу. Мы в Рубцовске национально приехали. Так, вы только никогда плохие слова нигде не говорите. Завтра благовещение. Вы пойдите в храм завтра. Завтра разрешается рыбу поесть. Сейчас пост идет. Продолжение следует.